Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ И вот опять родные места Встретили меня сдержанным шепотом ольшанника. Забелела чешуей драночных крыш Старая моя деревня. Вот и дом с потрескавшимися углами. По этим углам залезал я когда-то под крышу, Неутомимый в своем стремлении к высоте. Смотрел на синие зубчатые леса, Прятал в щелях витых кряжей Нехитрые мальчишечьи богатства. От этой сосновой крепости, От этих удивительных ворот Уходил я когда-то в большой грозный мир, Наивно поклявшись никогда не возвращаться. Но чем дальше и быстрее уходил, Тем ярость не тянула меня обратно. Смешное детство. Оно вписалось в мою жизнь Далеким неверным Марьевом, Раскрасило будущее Яркими мечтательными мазками. В тот день, когда я уходил из дому, Так же, как и сегодня, Вызванивали полевые кузнечики, Так же лениво парил надо мной ястреб, И только сердце было молодым И неверящим в обратную дорогу. И вот опять уводит меня к лесным угорам Долгая губительная гать, И я слышу над собой шум летнего леса, Торжественно и мудро Шумит надо мной старинный сосновый бор, И нет ему до меня никакого дела, А над бором в синеве висит солнце. Не солнце, Ярила. Я иду черной лошадиной тропой, Невидимые нити паутины Липнут к моему лицу, С каким-то детским беззащитным писком Вьются передо мной комары, Хотя кусают они совсем не по-детски. Мой взгляд останавливается на красных, В белых накрапах, Шапках мухоморов. Потом вижу, как дятел, Опершись на растопыренный хвост, Долбит своим неутомимым носом Сухую древесину. В лицо мне хлещут ветки крушины, И вот я уже на сухом месте, И нога едет на скользких иглах. Мне кажется, что я слышу, Как растет в полях трава. Я чувствую каждую травинку, Смаху сдергиваю пропотелые сапоги, И босиком выбегаю на рыжий песчаный берег. Стою над рекой И бросаю лесные шишки В синюю тугую воду, В эту прохладную русалочью постель, И смотрю, как расходятся И умирают водяные круги. Тихая моя родина, Ты все так же не даешь мне стареть И врачуешь душу Своей зеленой тишиной. Но будет ли предел тишине? Я сажусь возле сухого стога, Курю и думаю, что вот отнашит время Еще каких-нибудь полстолетия. И березы понадобятся одним лишь песням, Но ведь песни-то умирают так же, Как и люди. И мне чудится в шелесте берез У кор этих вечных свидетельниц Человеческого горя и радости. Я выхожу на зеленый откос И смотрю туда, Где когда-то было много деревень, А теперь остались одни лишь только березы. Нет, пожары в этих местах нечасты, Да и нашествий уже не было лет пятьсот. А может быть, так и надо. Исчезают деревни, А вместо них рождаются Новые, большие, шумные, веселые города. Я обнимаю родную землю, Слышу теплый запах родимой травы, И надо мной качаются купальницы и лютики. Шумят невдалеке сосны, Шелестят березы, И вдруг в этот шум вплетается Непонятный нарастающий свист. Он разрастается, Он заполняет собой Весь этот зеленый мир. Я смотрю в небо, Но серебряное туловище Реактивного самолета Уже исчезает за горизонтом. Как мне понять, Что это было? Или мои слезы? А может быть, Выпала в полдень Скупая, Соленая Роса? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» 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 Но когда он попал ко мне в руки в 1976 году, я понял, что я обязательно буду снимать фильм по этому сценарию. Мне очень понравились эти герои. Они показались мне очень родными. Я родился в Москве, родился на Арбате. 76 лет не меняю прописки. Но все детские годы, все лето я проводил в деревне. В деревне моих родителей, откуда они были родом. А деревня это была Смоленская область, многострадальная область. Она такая, во все века ее, так сказать, проходили оккупанты. Последние самые были совершенно звереё фашистское. Но вот персонажи очень были похожи. Вот Иван Африканович, которого я не может себе, все, кто прочтёт привычные дела, я думаю, даже он переведён на японский язык и на арабский язык. Я думаю, все его полюбят. Но у меня родственник был, очень похож на этого Ивана Африкановича местами. Я помню, он приехал в Москву, как вот в фильме «Целуется Зорий Егорович». Говорит, «Кадушку рыжику продать, да зубы вставить». Он приехал зубы вставлять. Он не выговорил ни одной буквы, по-моему, согласный. «Ходил-ходил по Москве, кухать захотел. А тут кахе. Я в кахе заход, а там все хтое кухают. А хтое, хабака кто-ли, хтое кухать?» Вот так он разговаривал, я помню. Да-да. Так что эти персонажи мне очень родные были, очень близкие. Василий Иванович, конечно же, он плоть от плоти, кровь от крови, от русской литературы. Как Александр Сергеевич говорил, «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Это главное назначение писателя, поэта, ну и вообще деятеля искусства. Не разрушать, а наоборот, так сказать, вселять надежду, показывать красивых людей, даже пускай с очень разными непричесанными характерами, как вот шукшинские характеры. Я счастлив, что я снимал картины по Шукшину, по Белову, по Евгению Ивановичу Носову, по их прозе. Очень жалею, что еще не снял картины по Распутину, Остафьеву, Абрамову Федору, которым со всеми был знаком, это было большое счастье. Поверьте, в этой жизни. И сегодня, когда и наш президент очень озабочен, и на, если помните, совсем недавно, обращаясь к молодежи всего мира на фестивале в Сочи, сказал, что очень скоро придет время, когда наука будет создавать при помощи генной инженерии гениальных ученых, гениальных деятелей искусств, ну и писателей, музыкантов. Но может, это как в порядковом ряде чисел, есть одни плюсы, а другие есть минусы, но может создать и чудовище, которое, не сомневаясь, не соболезнуваю, без страха совершенно, без раскаяния, без, говорю еще раз, без сопереживания будет убивать миллионы людей. Может и такое случиться. И здесь вот, я думаю, залогом того, что это может все-таки пробудить в человеке человеческое, есть русская литература. И в русской литературе свое место, достойное, по праву занимает Василий Иванович Белов. Спасибо. Сегодня, 23 октября 2017 года, 85 лет со дня рождения выдающегося писателя классика отечественной литературы Василия Ивановича Белова. В течение всего года на Вологодщине реализуются проекты, посвященные юбилейной дате, но в эти осенние дни Центр торжеств, посвященный 85-летию со дня рождения нашего земляка, переместился в Вологду, где проходят значимые мероприятия и стартуют всероссийские беловские чтения. В связи с юбилейной датой в правительство области поступила правительственная телеграмма из администрации президента Российской Федерации. Дорогие друзья, нынешние четвертые беловские чтения отмечают собой 85-летие писателя и тем самым обретают особое звучание. Подаренная читающему миру беловская тимониха с ее своеобычаем, тихой красотой и затаенной горечью стала неприходящим символом жизни и судьбы русского севера. Как бы ни менялись внешние атрибуты нашей жизни, душа человека, его связь с корнями, чувства Родины остаются неизменными, наследуются новыми поколениями. Для нас, думающих и читающих по-русски, такой же неизменной величиной есть и останется Василий Белов. Желаю всем участникам чтений радости взаимного общения, нового открытия богатства Логочины и удачи во всем жизни, творчестве, работе. Советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой. А сейчас для приветственного слова на сцену приглашается заместитель губернатора области Олег Александрович Васильев. Цветы от губернатора области и правительства области. Добрый вечер, уважаемые земляки, добрый вечер, уважаемые гости нашего города. Снова действительно осень, конец октября, снова наступили Беловские дни. Звучит и со сцены, и в школьных классах, и в официальных залах проза, слова Василия Ивановича Белова. Вновь звучат слова о нем, вновь мы слушаем, слышим, читаем, пересказываем те мысли, те идеи, которые Василий Иванович отражал в своих книгах. Сегодня мы уже узнали имена победителей творчества, творческого конкурса, все впереди. К сожалению, в этом году нет победителя, есть четыре призера, говорят их второй и третьей степени. Но сама цифра, больше около 300 присланных на конкурс работ из 52 регионов и шести зарубежных стран, говорит, насколько интересен интерес уж извините, с автологией, конкурсу, носящий в имя Василия Ивановича Белова. Завтра в Большом зале правительства открывается научная конференция Белов-Овагда-Россия, которая уже стала традиционной, которая действительно показывает не только интерес к литературе, но и интерес к жизненному пути, к творчеству нашего великого земляка. Послезавтра в Харовском районе будет открыт бюст Василия Ивановича. И еще множество различных по формату, жанрам, по значимости крупных и мелких мероприятий. Наверное, люди такой судьбы, люди такого масштаба могут породить такое большое количество мероприятий и мнений. Конечно, Василий Иванович это особая фигура и вологодской литературе, и в литературе Российской Федерации в целом. Конечно, мы еще, наверное, до конца не осознаем, что оставил после себя. Он как мыслитель, как философ, как политик, как писатель в первую очередь, конечно же. Сегодня в этом зале его друзья, его коллеги, те, кто его знал, дружил с ним, поклонники его творчества, все те, кто продолжает любить, помнить и наслаждаться Василием Ивановичем Беловым. Но, конечно, в зале есть особые люди. Я бы хотел, чтобы мы все их вместе поприветствовали. Это два человека, которые разделили и радости, и горести в жизни вместе с Василием Ивановичем. Это его супруга Ольга Сергеевна Беловова и, конечно, его дочь Анна Васильевна Беловова. Вы в знак нашей признательности общий. Позвольте вручить цветы. Сегодняшний вечер только открывает мероприятие Беловских дней. Я хочу нам всем пожелать, чтобы мы все смогли еще раз не просто вспомнить, но и поучиться у Василия Ивановича тому, как нужно делать дело своей жизни. Своё привычное дело. С открытием. Наш торжественный вечер продолжается председатель правления общероссийской общественной организации Союз писателей России Николай Федорович Иванов. Сегодня нам подарили удивительную книгу повести и автор Василий Белов. Я вспомнил, что в понятии автор есть еще одно значение. Автор – это расширяющий и умножающий. Таким именем автор звали полководцев, которые расширяли границы своих государств. Наше государство для писателей – это литература. И каждый автор – это, конечно же, полководец. Вот каким полководцем был Василий Иванович Белов? Апостол Павел как-то восклицал, я зачитаю, «Если я говорю языком человеческим и даже ангельским, но любви не имею, то я медь звенящая. А вот Василий Иванович Белов имел любовь». И вот в самые переломные девяностые годы, самые трудные для страны новейшей истории Василий Иванович, полководец Белов, он остался со своим народом. И когда сонмы, которые были приближены к власти, рванулись в Париже, в Лондон, и в Нью-Йорке, Василий Иванович, полководец Белов, остался со своим народом, он остался с Тимонихой, он остался в своем окопе, он остался с Вологдой, он остался с Распутиным и Бондаревым, он остался с Пушкиным и остался с Гоголем. У летчиков, военных летчиков, есть понятие «боевой курс». полководец, это когда летчик заходит на цель и уже не имеет права свернуть с него. Его могут слепить прожектора, по нему прицельно начинают бить зенитки, но он на боевом курсе, он не имеет права уйти в спасительную темноту и куда-то уйти в вильную сторону. Вот летчик, полководец Белов никогда не сворачивал со своего курса, он всегда шел на цель. И самое очень хочется подчеркнуть, ведь Белов он никогда не выступал против власти, Белов просто всегда никогда не поступал со своей совестью. Вот главное отличие с тем, кто его пытается столкнуть с Россией и властью. Артиллерист полководец Белов он стрелял не на километры, полководец артиллерист Белов стрелял через десятилетия и дошли до нас его произведения. Пехотинец полководец Белов он всегда прополз всю свою жизнь, всю свою войну литературную он прополз на собственном брюхе. Он прополз вместе со своими солдатами и он добывал материалы не из штабных сводок, а только с собственным опытом и только через собственный пот. Полководец Белов именно поэтому стал в шеренгу знаменосцев победы. это те писатели, те авторы, те полководцы, которые не дали опустить наше русское слово. Это люди, не сломленные духом. И поэтому мы здесь, и поэтому мы говорим, дорогой товарищ маршал Василий Иванович Белов с 85-летием, а всех нас с праздником не сломленного духа и русского слова. Сейчас позвольте пригласить на сцену друга и соратника Василия Ивановича Белова, сопредседателя правления общероссийской общественной организации Союз писателей России Владимира Николаевича Крупина. Ну, Николай Федорович, попробуй после тебя говорить. Вы знаете, что, братья и сестры, такое великое счастье вы нам подарили в Аллахжане, милые, дорогие, незабвенные наши. Конечно, здесь царство слова, империя слова, благодаря Василию Ивановичу. Вообще, вы знаете, вот я сегодня обрудил все-все учитал его, и вдруг сегодня снова возникает слово, и вода русалыча постель, это же так сказать надо его, боже ж ты мой, или, например, у него капля, сосулька тает, капля на кончике копится, тяжелее себя и обрывается. Ну, как так? Капля становится тяжелее себя обрываться. Вообще, я говорю, ну, как пишешь, да как, сел, напишу, понимаете, он, в нем слово было. И вот эта величайшая тайна русского языка, величайшая из величайших тайн русского языка, что русский язык верит только тому, кто любит Россию и слово. Смотрите, ведь, если взять, вот, взвесить на весах количество средств массовой информации, которые против России и которые за Россию, это вот, примерно, 90% на 10. То есть 90% СМИ, журналы, газеты, телевидение льют грязь без передышей, разумерят и восходят наше прошлое, издеваются над нашим целомудрением, нравственностью, калечат молодежь, пропагандируют пошлость, разврат, насилие, 90%, а 10% слышны гораздо больше, потому что они говорят, они любят, и вот потому что у них все, оружие, деньги, хамство, а у нас только любовь. Но мы видим, что любовь побеждает, а как она побеждает? Она побеждает словом. Слово, вот мы сегодня купались в океане слова, мы уходим и мы даже не понимаем, какие мы вот аккумулирующие напитанные величайшие энергии. Милый Василий Иванович, как же его не хватает? Но ведь вы знаете, что вот как, и вот он с нами, он с нами, навсегда с нами, просто, и вообще для меня Господь такое счастье подарил быть дружным с Василием Ивановичем. Да много хотел сказать, но и тут еще много вот выступать. Вы знаете, он был смел до беспредельности, до бесстрашия. Абсолютно. Никогда никому не боялся говорить правду. Он при мне много раз говорил, кому угодно, Михалкову, Маркову, да всем. Он, Горбачеву, они приходят с Распутиным, Горбачеву добились приема, и дверь открывают в кабинет, входит Белов, говорит, ну, Михаил Сергеевич, такую дверь некой народ не откроет. А они, они понесли ему книги. До этого советовались, что ему понести. Думаю, ну, ему некогда читать, ну, три-то книжки, он может прочитать. Наши задачи, наши, наши задачи, Ильина, народная монархия Солоневича и Тихомирова, русская монархия. И они принесли, положили, да, да, спасибо, спасибо, положили на край стола. Они, когда пришли к нему, через полгода книги эти так и лежали тут. Так что, бесполезно. Воспитание нашей власти бесполезно. Эти власти воспитывают шестерки, которые при них. И наши вопли не доходят до верхних вершин власти. Но вы знаете, все равно, есть тайна, тайна мощь, которую в России все равно боятся. Как бы над нами не издевались, как бы не пророчили нам. Мы бессмертны, потому что мы любим. Мы любим, поэтому, мы никогда не будем жить хорошо, никогда не будет полная чаша у нас, никогда не будем так сказать. Но, вы знаете, что дело совсем не в материальных вещах. Абсолютно. Дело в чистой, спокойной душе. Ведь нет смерти. Вот когда Россию можно понять по двум словам, что нет смерти. День рождения, день смерти, даже слово это не будем употреблять. День земной кончины это день рождения в жизнь вечную. И поэтому понять Россию можно только так, когда понимаешь, что нет смерти у Господа. И поэтому чем человек сильнее верит в Бога, тем сильнее он ждет кончины. Он хочет пойти к Богу. Василий Великий говорит, что вы мне угрожаете? Я говорю, пожалуйста, сажайте меня в темницу, я там буду со Христом. Лишите меня всего. Я пришел в этот мир совершенно обнажен, гол ничего не унесу из него. Убейте меня, скажу спасибо и пойду ко Христу. Поэтому это ощущение бессмертия в России, оно есть. И это ощущение бояться. И вы знаете, слава тебе Господи, если у нас есть Василий Иванович Белов, так что они на этом наш торжественный вечер, посвященный 85-летию Василия Ивановича Белова, мне память, ваша дорога, подошел к концу. Дорогие друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Желаем вам лада в душе, мира, тепла и добра. Редактор субтитров А.Семкин